Новый раунд битвы за Лермонтовский. Министерство юстиции продолжает бороться за имущество здравницы. Почему хозяйственный апелляционный суд отложил заседание, расскажут мои коллеги. В борьбе за Лермонтовский накануне дня медработника Министерство юстиции берет очередной реванш. После двухлетних разбирательств суд восстановил руководство здравницы в правах на имущество. Несмотря на объединенный протест медиков, общественников и политиков, Минюст подал апелляцию, не оставляя попыток завладеть живописным местом у моря. Мне уже известны достоверные факты о давлении на судей со стороны Министерства юстиции. Мы знаем, что Министерство юстиции в ближайшее время будет проводить аттестацию, проводит, называемую, люстрацию судей. Недостаточно много механизмов давления на судей. Мы требуем и просим от суда только одного. Это справедливое решение. В начале июля на реабилитацию снова прибудут воины из зоны АТО. Сотрудники утомились от постоянных судебных тяжб, но продолжают оказывать помощь пациентам. Люди работают, стараются, к нам приезжают, у нас доход есть. Мы даем государству доход, мы не получаем деньги от государства. Мы работаем, мы зарабатываем и вкладываем в развитие этого санатория. Не успев начать, коллегия судей отложила рассмотрение до 1 июля. По причине якобы неотложных рабочих совещаний, представитель ведомства и третья сторона в назначенный день на заседание не явились. То количество людей, которые работают в Министерстве юстиции, они позволяют обеспечить возможность участия во всех судебных процессах. Но они сознательно не сделали этого. Поэтому, на мой взгляд, они просто тянут время для того, чтобы найти очередной вариант для того, чтобы захватить имущество от санатория. Позицию Министерства юстиции мы покажем в ходе следующих судебных заседаний.